Ваше превосходительство, мистер Сэм Кутеса, председатель Генеральной Ассамблеи. Ваше превосходительство, мистер Бан Кимун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Ваше превосходительство, Насир Абд-Аль-Азиз Ан-Насер, высокий представитель по Альянсу Цивилизаций. Превосходительство, дамы и господа, я хочу выразить благодарность председателю этой Генеральной Ассамблеи, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и высокому представителю по Альянсу Цивилизаций за ваше руководство в проведении этой тематической дискуссии на высоком уровне по очень важному вопросу повестки дня. Спасибо. Вы смотрите на чудо. В соответствии со всеми медицинскими заключениями, я должен быть мертв. 12 ноября 2003 года я упал замертво от обширного инфаркта в аэропорту Синнея в Австралии. Я был в состоянии клинической смерти в течение 45 минут. Они проводили сердечно-легочные реанимационные мероприятия и 10 раз наносили электрические разряды в область моего сердца. В Соединенных Штатах медики наносят 3 разряда и прекращают. В Австралии медики дают 4 разряда и прекращают. Они нанесли мне 10 электрических разрядов в область моего сердца. Кровь уже загустела в кистях моих рук, в моих руках, в моих ступнях, в моих ногах. Для меня уже не было никакой надежды. Я был просто мертвым телом. Они взяли мое тело, положили на носилки и перенесли в машину скорой помощи. Уже закончили оформлять бумаги. Было написано «МПП» – мертв по прибытию в больницу. Но в машине скорой помощи, по дороге в больницу, когда все, что медицинская наука знала, что нужно предпринять, используя все доступные средства, ничего не сработало. Но в машину скорой помощи, где на носилках лежало просто мертвое тело, Иисус вошел в эту машину скорой помощи, и мое сердце начало биться, и вернулось дыхание. Водитель был ошарашен. Парамедик был ошарашен. Он сказал мне позже следующее. Он сказал, «Я никогда не видел, чтобы кто-то восстановился после того, что произошло с вами». Это было 12 ноября 2003 года. После нескольких недель пребывания в Австралии, я самостоятельно вернулся домой в Соединенные Штаты, потому что я был полностью исцелен. В 2004 году я поехал в больницу в городе Джексон, штат Теннесси, для большого обследования. И они сделали мне полный липидный профиль крови, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, холестерин, и так далее. Через несколько недель я поехал туда снова за результатами. Когда я вошел, врач посмотрел на меня, и он сказал, «Результаты ваших анализов просто прекрасны». Он сказал, «Но, пасторь, мы сейчас можем проверять ДНК в человеческом теле. Мы решили проверить вашу ДНК». Он сказал, «Когда мы проверили вашу ДНК, он сказал, «Когда Бог чудом воскресил вас из мертвых, Он удалил гены Аполлипопротеина Е, генного маркера сердечных заболеваний, из каждой клетки вашего тела». Он сказал, «Такое невозможно! Такое невозможно!» Он сказал, «Только Бог мог сделать такое». Он сказал, «Когда Бог исцелил вас и воскресил, Он чудом полностью исцелил вас». Поэтому я рад сегодня, что я жив, потому что мы знаем, что значит находиться в состоянии клинической смерти в течение 45 минут, без дыхания и без сердцебиения. Я спросил парамедика позже, я сказал, «Найджел, что происходило, когда вы наносили разряды в область моего сердца?» Он сказал, «Оно билось три или четыре раза, и оно останавливалось». Мы знаем, что через шесть минут и менее, без поступления кислорода к мозгу, происходит необратимое повреждение мозга. «Но Бог полностью воскресил меня из мертвых». Наконец, врач посмотрел на меня и сказал, «Вы нарушили все законы медицинской науки». Я посмотрел на него, и я сказал, «Не я нарушил, но я знаю того, кто это сделал. Его имя – Иисус». Я христианин по учению апостолов, и вот мое послание к вам здесь сегодня. В Новом Завете, в книге Деяний, во 2 главе и в 38 стихе говорится, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Ответом, ваше превосходительство на проблему насилия в наши дни и человеческих зверств в наши дни является Иисус. Он есть Князь мира. Я даю вам Иисуса. Да благословит вас Бог. Спасибо. Спасибо. Спасибо.